Время русского мира В Москве состоялась торжественная церемония награждения Международной Пушкинской премии. Накануне в Ростове-на-Дону впервые прошел конкурс русского романца «Южная романсиада». А теперь подробнее об этих и других новостях. Вот уже больше недели в России идет частичная мобилизация, необходимая для контроля линии фронта и освобожденных территорий. У военкоматов по всей стране собираются мужчины разных возрастов. Эти люди – герои, защитники своей родины. О том, кто готов сражаться за Россию и свой народ, в материале моей коллеги Екатерины Матвеевой. Сейчас непростое время для каждого из нас. Время, когда нужно приложить максимум усилий для сохранения своей самоидентичности. С 21 сентября в своем обращении к гражданам России президент страны Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Такое решение стало необходимой мерой в сложившейся политической ситуации. В общей сложности будет призвано 300 тысяч граждан, что составляет чуть более 1% от общего количества резервистов. Очередности призыва нет. Однако приоритет отдают тем, кто в свое время получил военно-учетные специальности и боевой опыт. Каждый день возле военкоматов по всей России собираются призывники, мужчины разных возрастов и их близкие. Вера в победу, страх за родных и невероятное чувство долга перед Родиной – вот что читается в этих глазах. Мой прадед служил, у него очень много наград, у него очень хорошие характеристики. Призвался он в армию в 1937 году и служил там еще до начала Великой Отечественной войны. Во время Великой Отечественной войны он прошел все фронта, которые возможны. Он воевал в Калининграде, он дошел до Берлина, у него очень много наград. И он для меня личный пример. Это нужное и вынужденное решение для меня пойти и, грубо говоря, защищать свою страну и родственников. Для каждого, кто сейчас оказался на пороге военкомата, решение оставить привычную жизнь и пойти защищать страну далось нелегко. Но именно в этом и проявляются сила и мужество гражданина России, сына своей Родины. Я служил, присягу подписывал, долг Родине. Я все-таки проживаю в Российской Федерации и думаю, что долг каждого гражданина пойти на операцию, то есть на войну и защитить интересы своей страны. Чувствую, как бы, ну, хорошее, очень такое энергичное, позитивное настроение. Как бы, то есть, ну, иду сражаться со своей страной, доказывать то, что Россия все-таки это большая страна и очень патриотично. Вот они, сыны Отечества. Те, которые готовы не только на словах, но и на деле защищать то, что дорого сердцу. Вы наши герои. Спасибо за ваше мужество и смелость. Вместе мы сила. Екатерина Матвеева, Равид Гор, специально для телерадиокомпании «Русский мир». Накануне в Болгарии прошел 17-й национальный собор друзей России, который был посвящен 145-летию Шипкинской эпопеи. Традиционно организуемый национальным движением русофилы, представители которого уважительно относятся к России и к ее культуре. Подробности далее. На днях в Болгарии состоялся национальный собор друзей России. Этот масштабный форум прошел уже в 17-й раз. За годы существования он стал эффективной площадкой для обсуждения актуальных вопросов, новых идей. Здесь завязываются контакты между общественными объединениями и рождаются совместные проекты. Этот собор еще раз показал, что в Болгарии русофильство очень прочное. У него сильные корни и оно продолжает развиваться. На мероприятии собрались жители Болгарии, которые работали, учились в России и не потеряли с ней связи. К ним присоединились российские соотечественники. Участники сбора – люди, которые любят Россию, уважают, ценят и стараются сохранить вековые связи, объединяющие болгар и русских. Русофилы в Болгарии должны выйти объединенными вместе, чтобы смогли заставить политиков не разрывать дипломатические отношения с Россией, а развивать их прогрессивно. Он не забудет никогда. Как отмечает глава национального движения русофилов, болгарский политик Николай Малинов, среди жителей Болгарии уровень поддержки России остается наиболее высоким среди всех европейских стран, которые являются странами НАТО. Он достигает почти 80%. Болгария хочет улучшить свои культурные взаимоотношения с Россией, потому что за последний год произошли события, которые испортили наши отношения. После того, как выгнали 70 российских дипломатов из Болгарии, мы чуть не прекратили наши дипломатические отношения с Россией, а она наша сестра. Вы знаете, что в этом году мы отмечаем 145 лет Шипкинской эпопеи, когда болгарские ополченцы вместе с русскими освободителями проливали свою кровь за освобождение Болгарии. Так что у нас есть повод праздновать. Наша политическая партия борется, чтобы на выборах 2 ноября больше русофилов попало в управление страны и чтобы улучшить взаимоотношения с Россией. В этом году в Москве вручили четвертую международную пушкинскую премию. Которую учредила Итальянская культурная ассоциация «Друзья Великой России». О том, как прошла торжественная церемония награждения, расскажем в следующем сюжете. В этом году впервые в Москве состоялась торжественная церемония награждения Международной пушкинской премии. Обычно ее вручали в Риме, где и возникла идея отмечать представителей культуры и науки, которые внесли вклад в сближение двух народов – итальянского и русского. Но в этот раз, по понятным причинам, церемония награждения российских лауреатов в Италии была отменена. Однако организаторы решили приехать в Москву и вручить медаль с профилем Пушкина президенту Российской академии художеств Зору Абу Церетели за создание скульптуры Николая Гоголя в Риме, Святого Николая в Баре за скульптуру «Клоуны» и за внесение вклада в укрепление и развитие отношений между Италией и Россией. Лауреатов мы выбираем с жюри, которая состоит из итальянцев и из русских. Сейчас мы готовим пятую международную пушкинскую премию, которая пройдет в следующем году в марте. Но сегодня, в этот день, в галерее Зураб Константиновича мы будем ему награждать премию, которую он не получил в прошлом году в Риме. Сама премия родилась в 2014 году и в самом начале ее поддержал фонд «Росский мир». За это время количество номинаций значительно увеличилось. Ее раньше присуждали только в номинации «Литература», а теперь ее стали и в семи номинациях она проходит. Это премия. И в этом году мне предоставляется возможность вручить премию Зурабу Церетели, нашему знаменитому скульптору, которого знают все. Поэтому это волнительно. На церемонии награждения также присутствовал руководитель благотворительного фонда Денис фон Мэк, который презентовал недавно вышедшую в свет книгу «Пушкин» и «Чайковской». Она вошла в призовой фонд премии. Я, конечно, очень рад, что об этой книге больше узнают людей, в том числе те, кто ее сегодня получит. Или кто не получит, она доступна на нашем фонде на сайте бесплатно в электронном виде. Называется это «Конвалют», то есть сборник, в котором есть четыре части. Первая часть от автора замечательного ученого из города Клин, который в музее Чайковского работает. Вторая часть – «Берлянд черная» Елена Семеновна. Третья часть – Игорь Федорович Белза. И все они рассказывают о влиянии Пушкина на музыкальное наследие России. Церемония награждения объединила скульпторов, художников, литераторов и музыкантов. В одном из залов парадной анфилады, домовая церковь, итальянцы организовали концерт камерной музыки «Русские вечера». Рахманинов и Чайковской, Вивальди и Рассини звучали напротив тайной вечери и на фоне русской троицы, что стало символом укреплению культурных мостов между Италией и Россией. Тем временем русский центр Брестского государственного университета имени Пушкина провел ежегодную акцию «Подари себе книгу». Студенты получили возможность пополнить личные библиотеки художественной литературой русских и зарубежных писателей, а также монографиями, учебными и учебно-методическими пособиями. Книги были предоставлены преподавателями и выпускниками университета. А теперь к другим новостям. В начале осени в Ростове-на-Дону впервые прошел международный конкурс молодых исполнителей русского романца под названием «Южная романсиада». О начале нового этапа проекта в материале моей коллеги Альбики Ильясовой. В Донском государственном техническом университете в сентябре состоялся международный конкурс русского романца «Южная романсиада». В этом году одному из самых авторитетных творческих состязаний России исполняется 26 лет. А пять лет назад романсиада стала проходить под эгидой ЮНЕСКО. О том, как прошел конкурс на новой площадке, рассказала создатель и художественный руководитель романсиады Галина Преображенская. Я очень рада тому, что романсиада расширяется. И прежде всего расширяется по нашей стране. Рада я потому, что этот регион давно должен быть нашим. Это поющий регион, это регион с огромными традициями, это регион, в котором хотят петь и хотят петь романсы. Это очень важно. Неудивительно то, что площадкой проведения конкурса был выбран Донской государственный технический университет, так как именно в этом вузе обучаются более 46 тысяч студентов по разным направлениям. Кроме этого, одним из членов жюри стал лауреат конкурса «Большая романсиада» отец Андрей Микушкин, который является заведующим кафедрой теологии этого университета. В этом году на одной сцене выступили как признанные мастера, так и начинающие исполнители, студенты творческих учебных заведений, профессионалы и вокалисты-любители со всего юга России, Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского края, других территорий Российской Федерации, а также из Китайской Народной Республики, Италии и Франции. Все те, которые были, из них можно было никого, просто любого брать. Готовый певец, прекрасный голос, все понимает, научен прекрасно, профессионал. Были совсем молодые ребята, мне очень понравилась такая Катя Зоря из города Таганрог, и их Примадонна театра оперного, Екатерина Краснова, она получила гран-при. В этом году у организаторов конкурса большие планы. Уже в октябре в Тюмени пройдет западно-сибирская романсиада, а через полтора месяца – белорусская в Минске. Если вы любите русский роман с всей душой, то поторопитесь отправить заявку на конкурс. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране, городе проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим репортажам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру До новых встреч и до свидания!